СС-24 Вот они, это их ступени, первая ступень, вторая и третья. Ракета несла 10 атомных бомб, на Крывалах площадь в радиусе 1 примерно 200 тысяч квадратных километров. Украина 600, то есть чтобы уничтожить по территории Украину как государство, надо было около 4 ракет. На базе одного из ракетных полков, здесь стоял 309 или 2-й ракетный полк, был создан музей. Музей уникальнейший. В мире, вот где стояла боевая часть, таких музеев есть. Есть и в Соединенных Штатах, там одна ракета «Титан». А вот комплекс, где мы все сохранили, все в первоначальном состоянии. За исключением, по договору, шахту глубиной 40 метров залили бетоном. У нас здесь оставили нам только уровень минус 6 метров, чтобы показывать, чтобы нельзя было назад поставить ракету в шахту. Вот в ночное время работы проводились только ночью. Когда ракету из завода перевозили на станцию перегрузки, вот там задние створки в машине открывались, там внутри находятся рельсы. И ракета цеплялась там с помощью лебедки и затягивалась вот в этот автомобиль, называется транспортировщик ракеты. Только ночью он ездил? Только по ночам, чтобы никто не мог стереть информацию. Вы спрашиваете местное население, почему не знало? Потому что их перевозили по ночам. Вот как он реально вот сейчас стоит, так он реально туда заезжал. Ему на помощь цеплялся еще один МАЗ на жесткую сцепку, видите, потому что вот около 280 тонн груз был. Плюс на каждое колесо стояли электродвигатели, видите, бедренькие, помогали. Это очень дорогая машина. Там внутри находилась, чтобы ракета не потеряла свои свойства, температуру, влажность, все там, оно как ампулизировано. Датчики по температуре, влажности, да, находилось. Цеплялся МАЗ, только прапорщики были водителями, они специально учились. Или офицеры. Он вот так вот там останавливается. Установщик к нему вот так разворачивался, задом подъезжал сюда. И ракета отсюда, из транспортировщика, перегрыжалась в установщик. А он его вертикально поднимал и загружал в шахту. Да, вот это вот. Вот эти штуки светились, чтобы ровно было наезжать сюда. Они были в такое время замаскированы. Вот прежде чем ставить ракету в шахту, или наоборот, вытянуть ее из шахты, вот здесь на глубине 5 метров залита железнобетонная конструкция, называется закладные. Сюда приезжал кран, и 400 тонн ложили груза. Проверяли, не будет ли просадка земли, чтобы, не дай бог, когда вы вытягиваете ракету, она не завалилась, она же в заправленном состоянии уже, с твердым топливом. А что завалить, это что будет? Ну, что будет. Миллионные потери и так далее. Вот смотрите. Это там перед вами шахтно-пусковой установкой. Внутри находилась ракета СС-24. Крыша открывалась за 8 секунд. Ни на одной ракете такого нету. Когда ее ставили на выражение, проходили государственные испытания. И в Казахстане нанесли ядерный удар. Реально, проводили взрыв. Как поведет себя то или иное оборудование. И вот эту крышку оторвало и выбросило в сторону. И потом делали доработку. Вот такой замок, зуб, видите? Создался вакуум, ее просто снесло. Датчики, которые фиксировали ядерный взрыв. Вот это вот. Вот если я получил команду на старт ракеты, я ее запустил, а по нам нанесли ядерный удар, и эти датчики зафиксировали, они дают команду ракете стоп. И куда ты, подруга, не летишь, потому что сверху тут тебя снесет. Просто-напросто. Но в памяти пустка остался. То есть прошла ударная волна, там время определенное, ракета сама уже без участия людей стартует. Есть еще один удар, еще задержка по времени на старт. Вот отсюда, вот так вот по кругу, до 30 километров, находилась вот такая шахно-пусковая установка. Караульное помещение, трансформатная подстанция, больше никаких зданий и сооружений. Это центральная позиция, командный пункт только. Вот то, что мы видим. Я вам, ребята, рассказываю. Машина сделана. Год выпуска, 62-й год. Коробка автомат. И резина тоже отобнается? Да. Да, не по трассе, когда идет, то... У нас все сделано на века. Мы напоминаем еще раз, Украина была в Петерсе? Третья в мире. Третья в свете? Да. После Соединенных Штатов и России. Даже все? Да. Ну а что, я же вам сказал, что только на ракетах стояло 1272 ядерных зарядов. Это мы вот привезли самолет, и он МиГ-21. Вы представляете, в нем укрыли солярку еще. Ой, керосин. Да, он там. Они все, кстати, были исправны. Своим ходом прилетели в АДС. Там, да. Я думаю, на следующий месяц займемся самолетами, потому что вот такое разбросано, конечно. Не успеваем. На территории Украины дислоцировалась самая мощная в Советском Союзе 43-я ракетная армия. В ее состав входило 10 ракетных дивизий. Две дивизии, это Хмельницкая и Первомайская, были оснащены межконтинентальными ракетами с дальностью полета 11 тысяч километров. В Хмельницке стояло 90 ракет, у нас стояло 86 ракет. СС-24 у нас 46 дивизий было и СС-19 это в Хмельницкой дивизии и 40 у нас. Остальные дивизии вот эти все были подвижные. Вот в Белоруссии стояли, но не подчинялись 43-й армии и одна в России. Вот в Арженникидзе. А вы можете пояснить, к чему самого Хмельниччина вот там вот вся зона была и вот ваша? Ну, во-первых, зона... Здесь находились воинские части, раньше танковые, уже не надо инфраструктуру, для государства же это вы все понимаете копейки. Во-вторых, здесь каменные, нету разлома вот этих, и сам плит, да, и самое главное землетрясение, вот эти нету, чтобы нас это не касается, ну, выбирали эгидезисты территорию. Вот вы только вдумайтесь, на Украине было 1272 атомных бомбы на ракетах. Это только на межконтинентальных, и я уже не говорю тактическое ядерное оружие, никто и не знает, сколько его было. Когда сели посчитали, то Украина могла нашу планету, земля уничтожить несколько раз подряд. Полностью, я не говорю, забомбардировщики дальней авиации, Ту-160, Ту-95, которые находились у нас. А в России для поременения на той час было? Ну, у них больше, конечно. Если у нас одна армия была, в России было 5 ракетных армий. И тысяча с чем-то, это все было в 90-е уничтожено? Да. То есть, вот такое количество, нафиг. Да, да. Нет, в 87-м году началась ликвидация ракет среднего радиуса, вот эти. Как вы, какие у вас чувства были в 90-е, когда это все демилитаризировалось, так сказать? Ну, а если вот вы, как журналист, вам говорят, поломайте видеокамеру и занимайтесь другой работой. Вот это примерно так же. Ну, смотрите, вот эту карту, если вы при Советском Союзе вот так, как сейчас, ее повесили, ну, вас бы, наверное, тоже повесили вместе с этой картой. Здесь был гриф «Совершенно секретно». Советского карта. Это карта позиционного района дивизии. Вот дивизия размещалась в трех областях. Одесская, Николаевская и Кировоградская область. В ее состав входили девять ракетных полков. Вот музей создан на базе второго полка. Вот здесь мы с вами флажком показаны. Флажком показан это командный пункт, центр управления. От него на расстоянии от 10 до 30 километров вот так по кругу раскидано 10 ракет. Почему это сделано? Потому что в 60-е годы ракеты строили или треугольником посредине командный пункт, или прямоугольником, но одним ядерным зарядом можно было уничтожить. Расстояние между ними до 70 метров. А чтобы разнести на каждую ракету надо было тратить отдельный ядерный заряд. Между командным пунктом и каждой ракетой, и все ракеты между собой, и все вот эти полки между собой связаны кабельными линиями. Боевыми, силовыми, связанными. Вот в одном полку до 500 километров кабеля находилось. Вот этот кабель между командным пунктом и ракетой прямой называется магистральный. Только его перебили, на ракете мгновенно автоматически включается радиоприемник, чтобы еще его можно по радио запустить, радиоканалу, боевое управление, если кабеля нет. На команду на применение ядерного оружия мог отдать только генеральный секретарь или президент, министр обороны и начальник генерального штаба. Три человека. Чтобы запустить ракеты, я с Москвы должен получить три приказа. Это боевой режим, слово пуск, но самое основное это пин-коды шести сыв, которые записаны в ядерном чемоданчике президента. Вот когда пришла циклограмма вот этих команд, и мы дальше с вами пойдем на командный пункт, запустите, а вы реально... Это уже ядерная война. Если пришло три этих приказа, боевой режим, команда на разблокировку ядерного оружия... Я правильно вас разумею пояснить людям, яким не причатен до этой справы? Кнопка находилась в Москве. Не, не кнопка. Кнопка находилась тут. Тут. А оттуда давалась команда, хотя я мог и сам запустить ракеты и отсюда. Но мне надо было получить вот эти команды сверху. Когда говорят о ядерном чемоданчике, это не в буквальном смысле чемоданчике. Это в буквальном смысле. Вот бачите, чего мы спитаем. Потому что технично пускать ракеты бы с Вице могли. Аж бегом. Ну я начальник спецслужбы, я занимался этим. Ребята, если бы нам поставили задачу, то, что говорят, что только с Москвы... Да, только с Москвы. Но если бы сказали переделать и с Украины запустить, это можно было аж бегом сделать. когда говорят, что в 90-х все равно бы мы ничего не могли сделать, это неправда? Конечно, можно было перевести с командного пункта армии сделать это самое. А вот вы сказали про то, что варто было подновить. Для чего? А вы сейчас не знаете, для чего? Война идет. Так вы понимаете, что такие ракеты, они же не зайдут? Ну я не говорю такие. У нас ракеты были среднего радиуса, до 5,5 тысяч летели. Понимаете, всегда есть такая поговорка, кто сильный, то заказывает музыку. Я помню, когда президент, первый президент Кравчук первый раз полетел в Соединенные Штаты, когда его встречали с музыкой, гин, все, и когда сняли, тогда же по себе. Вот я был в 94-м, 5-м году начальник режима дивизии. С американцами ездил вот это везде по точкам эти, они контролировали. Отношение было одно, но только сняли последнюю ракету, все, мы сразу стали люди второго сорта. Командный пункт представляет собой сооружение, 12-этажный дом уходит под землю на глубину 45 метров. Я вам говорил, что сначала Геодезия вычисляет эти места, специальная установка буровая выбирает землю, потом огромные около метра железнобетонные дюбинги вокруг вставятся, около 30 метров толщина металла, специальные такие платформы привозили, их сваривали в кучу. Сам командный пункт, чтобы он не был тяжелый, он сделан из стеклопластика, весит он 125 тонн, он монолитный, цельный. Делали его в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, по железной дороге сюда привезли, я вам наверху покажу. Специальным автомобилем установили в шахту, его не просто поставили на землю, а он висит в воздухе на амортизаторах, 20 штук вертикальных горизонтальных амортизаторов. Закрыт он крыши, вес крыши 121 тонн, но это не тяжелое, у нас были по 500 тонн крыши, дело в металле, вот здесь находится высокоядированная корабельная сталь, это специальная ставка, там и медь добавляется, чтобы ее нельзя было разорвать. Сверху на крыше находится 10 тонн парафина, парафин в случае ядерного взрыва не пропускает вот эти волны, чтобы не вывести аппаратуру из строя. Также сверху на этой крышке находятся три датчика, которые фиксируют ядерный взрыв. Вот в мирное время воздух через воздухозаборную шахту затягивается с улицы, проходит через фильтра, там грубой, тонкой чистки, подогревается, увлажняется, идет температура 21 градус, но только эти датчики сработали, чтобы нам нанесен ядерный удар, автоматически перекрывается до встуса, ВЗГУшка перекрывает, в седьмом отсеке автоматика включает систему внутренней вентиляции и воздух начинает циркулировать внутри контейнера и за контейнером. На 45 дней как подводная лодка уходит в автономку, связь с ничьим миром теряем. Хотя я могу сам из компьютера это сделать вручную, не дожидаясь этого самого, пока автоматика сработает. Аппаратура работает, чтобы куда-то одевать тепло, в мирное время в стенках в бахах тут постоянно наморожено 37 тонн льда, воздух проходит через холодильные камеры, обращается кислородом и позволяет 45 дней находиться в автономном режиме. Вот у нас в ракетных войсках нельзя, чтобы на секунду был сбой электричества пропадало. Вот к нам идет два кабеля под землей, причем от разных подстанций. Только их рубанули, через 15 секунд на режим выходят два огромных дизеля 1000 кВт, по 500 кВт каждый. Первый взял нагрузку работы, второй автоматически останавливается. Если они не запустились, через 10 секунд вот эти два дизеля по 50 кВт выходят на режим. Если они не запустились, хотя у нас такого не бывает, я их могу с компьютера в принудительном режиме запустить, там баллоны сжатым воздухом, нажимаем кнопки, я вам покажу внизу, и они запускаются в принудительку. Но если они не запустились, внизу под командным пунктом находится 120 штук огромных щелочных аккумуляторных батарей. Садимся на аккумуляторы. И пока дизеля выходят на режим, подпитка аппаратуры идет от аккумуляторных батарей. Где надо 220, через инвекторы преобразовывается. Но вот эта вся аппаратура питается постоянным током напряжением от 2 до 27 вольт. Чтобы от аккумуляторных батарей можно 45 дней находиться в режиме автономии. Чтобы попасть на командный пункт, мы с вами пройдем под землей. Трое дверей около тонны весят. Надо знать специальные коды, чтобы их открыть. Садимся на лифт и спускаемся в 11-й отсек. Это пульт управления ядерными силами. Вот я отсюда мог запустить 10 ракет своего полка и я отсюда мог запустить всю дивизию. Все 86 ракет дивизии. Они были взаимозаменяемы. В дивизии было 9 таких командных пунктов. Сколько длина этого тоннеля? 155 метров. И на лифте сколько примерно спуск по времени? Около трех минут. Значит, смотрите, первый, второй отсек дизеля, третий аппаратура связи, передатчики, приемники, четвертый управление техническими, технологическими, пятый отсек это радиопередатчики. Каждый отсек вот так донизу занимает, отвечает за какой-то... Я когда подхожу к этому монитору, всегда рассказываю анекдот, как... Может, вы помните, Юрий Никулин рассказывал, когда советские и американские ракеты встретились, ты, говорит, куда летишь? Я к тебе. А ты куда? Я к тебе. А ты, советская, говорит, ты понимаешь, что мы погибнем. Давай начнем. Ну, давай. Советская напоила американскую, говорит, давай я тебя домой проведу. Почему боялись вот эту ракету СС-24? Вот вы вдумайтесь в мои слова. Готовность к пуску этой ракеты определялась временем открытием крыши. Крыша весом 120 тонн открывалась за 8 секунд и ракета мгновенно совершала старт. Почему? На этой ракете система управления была постоянно включена. Гироскопы на ней были разогнаны. 60 тысяч оборотов в минуту 10 лет непрерывно они молотили. Но зато мы выиграли несколько минут на надо время на раскрутку гироскопов. Паме Владимире, точно нет. Такое ядерное озброение, такая швидкость, открытие, готовность постійно. Это страх или это переважение над его вероятностью? Нет. Это паритет между Соединёнными Штатами и Советским Союзом. Нет. Какой-то страх. Технологии, потому что мы всегда должны были сильнее. Я вам говорил, что кто сильный, тот заказывает музыку, тот диктует свои условия на международной арене. Но для этой ракеты пришлось отдельно строить подземный холодильный центр, чтобы оборудование, которое поставило... Закон физики, всё, что крутится, всё нагревается, никуда вы от этого не денетесь. Но это дополнительные средства, дополнительные расходы, но зато повышается боеготовность. Ракета твёрдотопливная, она находилась уже на заводе, ей забили топливо, крыша открылась, ракета мгновенно совершила старт. уточнить для наших предательств. Твёрдотопливная это означает ещё? Ну, в качестве топлива не используется, как я говорил, жидкость, а твёрдое, такое вот, оно как каучук, его на заводе, может, вы по телевизору видели, называется метод пьяной бочки. Ракета вращается в разных плоскостях и туда под давление подаётся вот этого топлива. Оно прессуется. Сейчас же вот почему, но в Павлограде с этого топлива ракетного, там, кстати, до сих пор вот эти ракеты СС-24 лежат. Вы не были там никогда? Вот я вам рекомендую, если, аж, вспомню, генеральный директор Шейман, очень, очень грамотный человек, если у вас будет возможность поспелку обязательно съесть и туда. Это одиннадцатый отсек командного пункта, откуда люди запускают ракеты. Вот здесь находился сейф с ключами в красном футляре ключик первого номера вставлялся сюда, в синем футляре ключик второго номера вставлялся сюда. Плюс все говорят красная кнопка, на самом деле она серенькая, произвести пуск. Серо. Да. Это везде так? Это везде так, да. И вот эти офицеры, я вам говорил, когда с Москвы получили три приказа по основным средствам связи, дело в том, что я мог пуск получить даже по радиоканалу боевого управления, даже по телефону. У нас был телефон ЗАС, но я обязан поднять трубочку и еще согласовать. Какая команда звучит? Можете ее творить? Конечно. Вот когда приходят боевые приказы, первый номер второму говорит, внимание, расчет получен, боевой приказ пуск, вводим боевые приказы, вводим приказ боевой режим, ввели, вводим приказ пуск, ввели, вводим приказ шифр, набрали шесть цифр, если набрали код верно, то, что пришло сверху, сравнивается то, что забито в аппаратуре, оно загорается шифр постоянным цветом, потом первый, второй говорит, внимание, пуск, поворачивают ключи, нажимают кнопки. Людский фактор тот, кто присутствует, не напомнит все стоят. Да, только два человека, в интервале не больше полторы секунды между поворотами ключей нажатием кнопки, если больше ничего, вот здесь загорится донесение неправ. Это техника безпеки, я правильно Да, это называлось стабильность расчета, вот эти два человека, они вместе и отпуска уходили, то есть понимали друг друга с полуслова. Вот за этим пультом сидел командир полка, его заместители, старшие офицеры, только коммунисты при Советском Союзе допускались. Вот здесь сидел второй офицер, младший. А какая риса психологичная была бы доминовата? Здесь обязательно надо было очень быстро соображать, потому что любое, что случалось, ты мгновенно должен принять решение. вот лет 15 назад ко мне приезжали американские ракетчики на экскурсию сюда. Люди, которые несли боевое дежурство в Соединенных Штатах, они, конечно, были удивлены, они мне не поверили, что в Советском Союзе в 80-е годы был дистанционный контроль неисправности. О чем я говорю, вот как на современных машинах выбивается чек, так и у нас. все блоки, узлы, которые на ракете участвуют в пусковых операциях, так называемые постоянно контролируемые параметры ПКК, они забиты в определенные коды, то есть, если на ракете возникает какая-то неисправность, включается звуковой световой сигнал, и у меня на ленте ЦПУ печатает, что же за неисправность возникла. Не только у вас. Не, у меня, только здесь, на командном пункте. Самое главное было быстро определить, влияет эта неисправность на старт ракеты или нет, потому что у нас были неисправности, при которых ракету нельзя запускать, иначе она взорвется на моей территории. Я тогда набирал приказ, блокировка пуска, адрес этой ракеты, поворачивал ключи, блокировал, но в Москву по системе ЭВМ я выдавал, что ракета находится в задержке, она не боеготова, там если свыше 7 суток, то она не боеготова. Если, допустим, два офицера, ну, поехала у них крыша, Иванов и Петров или Петренко сами хотят развязать ядерную войну, то есть запустить ракеты, у них ничего не выйдет, аппаратура сделана так, значит, все, 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 что вы нажимаете, любую кнопочку, все автоматически записывается на ленте ЦПУ, так называемый черный ящик, у меня еще идет на командный пункт дивизии, то есть если что-нибудь здесь намутили, я этого не делал, приезжали компетентные органы, ребята, все ваши ходы записаны, если я, допустим, хочу сам запустить ракеты, я обязан ввести в аппаратуру приказ боевой режим, он идет на Москву, напрямую, по этому приказу, если это называется несанкционированные действия личного состава, вот по несанкционированному действию след поднимать пуск ракет без санкций Верховного Главного Командования произошедших в результате преднамеренных или ошибочных действий или сбой в трактах боевого управления и связи. Если оно пошло туда наверх, вся система ПВО Советского Союза приходила в боевой режим. Были подобные случаи? Нет. Нет. Если бы кто-то поцелил ракету, то наша ПВО сбивала бы на взлезы. А еще вопрос. Людина, который не повертает сведомо этот ключ, это какая-то статья? Это расстрел? У нас такого не было. А уявим ситуация? Ракеты соседний полк запустят. Они полют. Если я провел пуски ракеты, я остался жив, я не знаю, соседи улетели ракеты или нет. У нас было очередное взятие управления войсками на себя. Я выхожу в эфир там, кто жив остался. Если никто не отвечает, я по очереди нажимаю первый полк, ввожу все эти приказы, третий, по очереди всех еще и соседей. А вот это расстрелы еще не выполняются. Ну, естественно, военное время. сами прекрасно. Поставки аппаратуры это какие, да, 80-х? Да. Смотрите. Клавиатура, я смотрю, очень похожа. И все працюя. Все працюя, да. Все, ребята, все, что было, почему вся беда Советского Союза в чем? Все, что было создано вот в Америке. Новейшая технология. Они с утра создали, оно как на военку, так и на у нас как засекретят все, уже все, оно работает только на военный промышленный комплекс. А какие у вас уровни будут государственные теймницы на той час? Как это можно вызначить? Ну, первая форма допуска. Это допущение к особой государственной неважности. Какие теймницы до сих пор с собой сберегаете? Ну, 15 лет это не выезд за границу было. С какого года? 2001. То есть вам после 2001 вам нельзя было 15 следовать и эти нормы действовали даже уже. Да, причем реально забитый в компьютере. Я когда пошел загранпаспорт оформлять, а там была такая допущенная выда державная теймница. Пышу не. Находит начальник паспорта стоит. реально говорю, Владимирович, вы не обманывайте. Все забито. Такие люди, как визы. Куда первым делом поехали, когда 15 лет пошло? Никуда не ездил. Я так и не ездил. если вы его сняли, эти двери закрывались на кодозамковый пристрей. Надо набрать код из пяти цифр. Если вы код забрали верно, в артовом помещении заграется транспарант, пароль, норма. Если набрали неверно, заграется тревога. Поднимается команда. Тут рассчет усиления. 11 автоматчиков поднимаются до оружия и прибегают сюда, разбираются. чтобы попасть на этот объект, необходимо пройти три системы. Система попереджения, система обнаружения и система изнешкоджения. 155 метров. А дальше мы идем на командный пункт. Сверху над нами находятся мини-поля. Минь-мит. Минь-поля. Да. Они досы там? Нет, нет. Они выставлялись высших ступеней готовности, готовности военно-опасности. А так они працювали как технические заходы обнаружения. А мини, какие там вставили? МОН-50, МОН-100. Пехота, так? Да. Пехотники? Да. В высшем ступени готовности сюда приезжал из-под 10 Чабанки мотострелковый полк. Тут радиус 3 км все перекрывалося. Заодно целью сберегти ракету, потому что по своей ударной мощности одна ракета приведется до фронта. до нас тут приезжал мужик говорит, а тут 12 градусов что-то маленький. Говорит, Боже, как тут грибы выращивают. Также над нами находится сетка под напрямую Т-3 730 и 835 вольт. Это ниже мин. А? Это дальше сюда вглубь. А сейчас побачите высоту лестницу. Не знаю. Я хочу сказать, что тут працюют у меня на сегодняшний день все офицеры, которые несли чергование. Ось этот лифт сейчас есть человек, который отвечает, который дивизии за него отвечает. Мы его постоянно обслуживаем, проверяем и так дальше. А это туда дверь? Это на вортовое помещение. мы поднимемся. Там находится холодильный центр. Он обеспечивал температурно-волосный режим командного пункта. Ось по этой трубе справа поветра поднимемся. Влажнене поступало на командный пункт. А это по этой нижней трубе намороживалось 37 тонн льода. А это вытяжка. Сколько длина этого полигура? Всего по-моему 70 метров. Это ночью в 3 часа ночи когда на смену заступаешь идешь в собаку идешь полусон и туда. Вот тут стоял телефон мы его сняли. Прежде чем запросить код подземлю. Я должен связаться с офицерами, начальник штаба выдавал на каждый день пароль. Это место Радянского Союза с цифрой. Допустим, на сегодня пароль Киев 5. Я звоню туда вниз. Они говорят пароль Киев. Говорят 3, я должен сказать 2, чтобы сумма была 5. Потом дадут живление на двери. Двери открываются с помощью гидравлики. бачьте ось тут надо набрать код из 5 цифр. Если вы код набрали верно, загорается транспарант. Проход разрешен. Нажимаем кнопочку открыть и с помощью гидравлики эти двери очень быстро очень быстро отчиняются. Ширина? Тону. Тону весь? Да. А ширина? Не знаю сколько тут сантиметров 90. Трое дверей. Метод шлюзования. Первый дверей закрыл, тогда второй открывся. Другой закрыл, потом открываешь третий. Вы тут стоите никуда не идете, пока я там не вимкну светло. Вас крутало не называли? Не. Кротится стукачи. Сейчас вот я вимкну светло. Так, дай нас. Американские ракетчики тут были у вас в встях. Да. Что кажешь? Казалось. Товшок его не шок. Ну да. Проходьте будь ласка сюда. Дивите, там где мы шли в випадку войны тут завали, проход. Чтобы выбраться наверх туда, вот есть запасный выход. Там стоит насосная станция. Надо вручную 900 раз качнуть насос, тогда только поднимется такая специальная лестница наверх. Можно в автоматичном режиме, то есть нажимается кнопочка и отстреливается эта штука наверх. Да. Вертикально наверх вилезти. Она тебя поднимает сама? По лестнице поднимаешь. Но прежде чем туда лазить, надо выдвинуть прибор, в какой мере уровень радиации, стоит туда вылазить или нет. А сколько поверхность? Более 4 метров. Здесь над нами где-то 4 метров? Ну тут крыша, это крыша командного пункта, она побачите, она десь біля метра толщина ее. А там находились грозорезрядники, если попадало близко в ту антенну, она там гасилась, ну апаратура вспомогательная, это называется воротник, подходит сюда, до мэна. Что тут автоматишка отбухается? Тут ничего, это апаратура САЯ, электроживление, технично видел, грубо скажем, нет, это апаратура САЯ, электроживление, техничный, это четвертый витсик, бачили, стойки, які живлять командный пункт полностью. У нас в ракетных войсках все мает двойный тройный запас прочности. То якщо выходит из лады одна стойка, она автоматично переключается на другую. Де відповідальні на третью. Все це, конечно, дорого, но зато оно все стоя. Слушайте, це миллион долларов то. Да, раз три роки вот допустим, Воронежский завод занимался радиоканалом боевого управления. Там еще приезжали представители промышленности від Теля завода, які выпускали оцю аппаратуру. Оці кабели надо цю стойку переверити. Оці кабели всі відстыковались. Специально машин, автомобиль був, який приезжав, підстыковались і начали тестировать цей блок, переверять. Якщо була якась неисправность там плавающе, вона естественно вискочить. А сколько раз в год были? Раз три года. Раз в год капітальна ревізія. Атомну бомбу знімали цей. Все в таком стані, що просто не працює? Да. Дивіться, отам, де написано красним бахи, больші акумулятори холода, в стінці. Бачите? Ось там знаходиться 37 тонн льоду. Ну, вода. Встаті, ліфт їде зі швидкістю 0,33 метра в секунду. Це не быстро. Но тільки він їде быстріше, тут стоїть датчик скорості, зверху ловітелі його ловять. Тобто думає, що йде обреження красів. Також тут стоїть щочек, який считає колістом опусканів вверх-вниз. От у нього і свій маємо замінити троси направляючі кінцевики, змастили, ліфт в ноль і все заново. Теж в ідеальному стані все. Ну, їм ж користувалося кожен день щодо оббройною. Так тут на екскурсію знаєте, скільки? Ми оце тільки перед цим поміняли троси нові, все його змастили, зараз должен гостяк назор приїхати. А спеціалісти є взагалі залишилось що які можуть зробити в СССР. Оце одна з ракетчика залишилась. Турба не знає, що де далі. Ну, можна внутрі командного пункта ходить по лістнице. Лазить. Ось подивіться амортизатори, на яких висимо. Це ми з вами знаходимося серце ракетних військ. Командний пункт ракетного полка. Від киля офіцери, запускали міжканітальні балістичні ракети. Я вже вам в залі говорив, щоб запустить ракету, я з Москви отримав три накази. Бойовий режим, пуск і шифр. Коли прийшли в ті накази, там в тому ящичку знаходились ключі на старт ракети. В красному футлярі ключик вставлявся сюди. В синій футлярі ключик другого номера вставлявся сюди. І нажималось кнопочку провести пуск. Відти, в произвісті пуск. І ці офіцери одночасно в інтервелі не більше півтори секунди должны ввести три накази, потім перші, другі, німання. Ось зараз ми з вами це зробимо. Присаджуйтесь. Ну ключі нам зламали, немає. Будемо робити. Приїхав міністр угольнепромежничею України, він з таким стервінням крутим ключ зламав. Так, що робимо? Зараз, запускаємо. Давай, йде раз. Так, ось кнопочка на старт, пальчик сюди. Ви пальчик сюди. Три раз. Да, по моєю команде я даю отсчет. Три, два, один, пуск! Вот так реально загорается донесення, пуск начался. Через минуту 05 пуск состоялся, спусковый установок. Через 22 минуты ракеты достигали территории Соединенных Штатов Америки. Через скільки? 22 минуты. Эти двери, которые важут тонну, я вам сказал, код задаются от селя. Видите, тут цифры. 1, 3, вы готовы? Так. Внимание, расчет, производим пуск. Даю расчет. Три, два, один, пуск! Вот это вот, видите, ДГ1 тут пуск, ГЦ этот, антенны поднимались, ой, дизеля запускались в принудительном режиме. Это антенны поднимались. Вот мы с вами сейчас пойдем на улицу, здесь видно холодильный центр, все двигателя, которые работают, система охлаждения, намораживания льда и так далее. Вот здесь видите, только пятнышко осталось, светлое такое. Здесь висел график пролета иностранных спутников земли над моей головой. Я знал, допустим, 703-й спутник американский, фоторазведка. В это время я должен ничего, никакие работы здесь проводить, чтобы ничего у меня не могли спелеть тут, сфотографировать. Или, допустим, там, радиоразведка, в эфирне, ну, тут целая беда. Прежде чем запускать ракеты, вы здесь по громкой связи, должны дать на всю территорию вот это 10 гектар команду. Вот это тогда воздушная тревога, воздушная тревога, чтобы люди смылись под землю, чтобы не обгорели. Вы просто не видели, когда старт идет ракеты. Я когда в 87-м году был в Казахстане на Байконуре и испытывали ракету Сатана и был взрыв, то в Казахстане зафиксировали землетрясение. Ракета вышла в шахты. Это вот М-овская новая, вот это черная. Вот это черное покрытие на ракете такое, видели? Есть их три вида. Белая это 14-я, 18-я зеленая и 18-я черная. Вот это покрытие оно поглощает вот когда самолет дает или ракета радар, оно назад не отражает по типу стелс. Неведенки цели. Это самое то не запустились маршевые двигатели. Ракету выкинуло в небо. Все. А движки не запустились. Она ровно назад села в шахту и долбанула на ней крыша весь 285 тонн она как консервная банка на метров 100 улетела. Вот это пол жизни здесь прошло. села 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 Если будет ядерный удар, то есть ответ? Так все, он тогда не ездит, полез. А он просто для такого цивильного життября. Видите баллоны с тисным воздухом? Эти кабели боеуправления находятся под тиском в середине воздуха. То есть если вы захотели влезти в систему боеуправления, вы протыкаете кабель, поветро выходит, и тут мгновенно загорается, что кто-то влез в систему. Вы следите за Иоанном Маском? Как вы считаете? Главный инженер, его знаете кто? Да, читали. Из Житомира, да. Как его характеризовали? Ну, знаете, он мне по началу, как выскочил. Такая человек. Ну, прогрессивно, что я могу сказать? Ну, закоплюйте, что он делает. Ну, естественно. Паника не повертаешься. Потому что это видно, обережно. Обережно. Я вам хочу сказать, вот такие холодильные центры, их не надо было снижкодживать, их можно было просто передать в народное господарство. 37 тонн льоду поддерживало. Простойте эту споруду, намораживайте льот, холодильные центры, что хочешь. Ну, проходите. А там я вам внизу показал контроль. Сейчас мы с вами запустим систему жизнедеятельности командного пункта. Это воздух из улицы закачивается, проходить туда внизу. Все работает. Перед вами самая большая в мире боевая ракета. Американцы прозвали ее Сатана. Хотя называется воевода ракетный комплекс. Дальность полета 15 тысяч километров. Эти ракеты стояли за Уралом, в Сибири, в Казахстане, чтобы американцы своими ракетами среднего радиуса не могли их достать с Европы. Поэтому не были поставлены туда. Ракета, вот эта зеленая бочоночка, имеет минометный старт. Вот эта маленькая, здесь находится всего 140 килограмм пороха. Вот этот маленький прибор, их три штучки. Самый маленький, средний, самый большой запускается. Ракету весом 211 тонн выкидывают в небо на высоту 20 метров. И только там включаются двигатели, чтобы шахта осталась целая. У нашего вероятного противника ракеты запускались в шахтах. Называется горячий старт. Но шахта выгорает, потому что температура свыше 3000 градусов. Она одноразовая. Здесь можно до трех пусков без ремонта делать. С одной шахты. Здесь были такие ракеты? Нет. Это ракеты стояли, я вам говорил, за Уралом, в Казахстане, в Сибири, чтобы их не могли достать. И минимум живые силы навколы, так? Да. Когда в 1972 году президент Соединенных Штатов Америки приехал на Дальний Восток и окрашивала постановка Сатаны. Ну, американцы тоже, разведка работает. И они говорят, Леонид Ильич, чтобы поднять мой престиж как президента Америки, «Снимите одну ракету Сатана с боевой дежуркой». Он посоветовался, а говорит, нет. Она очень много выполняет боевую задачу, территорию накрывает. И не сказал нет. Ну, Россия сейчас тоже отказывается от шахтных вариантов. Они делают мобильные войска, то есть подвижный комплекс на атомный подводный флот, на авиацию дальнюю переходят. Потому что это уже, ну, оно устарело, знают, где находится шахта. На одну шахту нацелено три ядерных заряда. Причем с разных источников, там, бомбардировщика, с мишкантальной ракеты, с подземной, чтобы наверняка сто процентов. А мобильные уже вы не засечете. Они постоянно находятся в движении. И коварьтесь такой, сказал он. Об этом никто не знает. Да? Это очень дорого. Она выглядит очень существенно, как на... Сколько в Европе? Ну, я... В 1972 году она была сделана. Их было три поколения. 15-е, потом 18-е. Это 18-е модернизированное. Вот это то, что в 1988 году ее сделали. Это последняя модернизированная ракета. На базе ее россияне сейчас сделали. Ну, они один к одному. Конечно, сейчас технологии идут вперед. Модернизировали. Вот знаменитый Сармат. Слышали? Ракета, когда Путин там выступал. Она такая она, белая. Она один к одному. Такой же минометный старт. Ну, конечно, новая элементная база. Она стала легче на 10 тонн. Но зато полезные нагрузки берет. Вот эта ракета уничтожает квадрат в радиусе 300 тысяч квадратных километров. То есть, две ракеты достаточно, чтобы уничтожить Украину как государство. Кроме 10 боевых, она еще несет 40 ложных целей. То есть, вероятно, во противнике на системе ПВО высвечивается 50 объектов. Я называю это угадай мелодию. Какую надо сбить, где воевая, где ложная цель. И почему еще эти боялись ракет? Вот вся система Соединенных Штатов Америки была ориентирована со стороны Канады, Аляски, Шотландии, Северной Америки. Заходили через Северный полюс ракеты. То эта ракета могла зайти через Южный полюс со стороны Мексики. У нее дальность 15 тысяч километров. Есть ее параметры, да? Сделана у нас на Украине. Украинская, да. Учеником Янгеля Владимира Федоровича Муткина. Это украинская ракета. До вот этого конфликта с Украиной, Россия, мы делали совместный проект Днепро. Из российских шахт запускали спутники. Добавляли третью разгонную ступень. Ну, видите, случилось то, что случилось. Смотрите, вот эта первая ступень идет вот сюда аж. Оно за три минуты сгорает. Топливо. Да, 120 тонн. Вот это она идет аж вот сюда. Вот. Первая и вторая ступень крепятся между собой с помощью пироболтов. Болты внутри находятся в болтах заряд. То есть, когда вот все, в ракете все, циклограмма пуска есть. Что должно, какое событие на такой-то минуте, на такой-то секунде, миллисекунде произойти. Вот топливо выгорело первой ступени. ЭВМ дает команду на запуск двигателей второй ступени и на подрыв пиропатронов первой ступени. Вот эта штука отсоединяется, она сгорает в плотных шлоях атмосферы. Запускается маршевый двигатель второй ступени. Вот он. Это уже на пассивном участке траектории. Вот это кусочек, ребята, называется приборный контейнер. Это мозги ракеты. Здесь находятся три БЦВМ, бортовые и цифровые вычислительные машины. Система управления, навигации и так далее. Вот тут нам не разрешили ее вцепить, но совсекретная носика нет. Увидите? Называется устройство ввода. Вот когда надо боевые блоки, грубо говоря, ядерные заряды вывести с обтекателя вот этого, отсюда подается мощнейший взрыв. И вот эта платформа с атомными бомбами выходит назад. Четыре двигателя вот так разворачиваются. И она летит задом наперед и раскидывает боевые блоки. Говорил, когда уничтожали шахты, что надо... Вот никто с ракетчиками не посоветовался, как их надо больше все сломать, сломать. Ломать не строить. А я вот говорил главному инженеру у нас... Я был в комиссии государственной по ликвидации. Говорю, надо с международного сообщества выбивать деньги. Вот уничтожили две ракеты, стройте нам дорогу. И они встроили, и они все делали. Или дома военным. Все же это так было... А какая проблема? Ну, в наших руководителях проблема. В чем проблема? Не в военных же. Надо было международное сообщество выбивать преференции для государства Украины, правильно? А не ходить, как сейчас, бля. Украина 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 Редактор субтитров А.Семкин Украина Субтитры создавал DimaTorzok